Окей, ладно, все, открываем. И вы первые увидели за там за письмо. Что? Он уже мертвый, а игрушка его у меня сейчас в руках. Его любимая игрушка. Йо, чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис. И, бро, бро, просто сразу же бери подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприм-банду. Ведь придёт время, и соприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решай, либо быть с нами. В нашей крутой банде. Либо быть под нами, под всей суприм-бандой. Как вижу, тебе-то мне очень хорошо, поэтому лучше быть с нами. Так что, бро, подписывайся на канал. Я думаю, из названия видео ты уже догадался, что мне пришла та самая ужасная посылка. Из того самого ужасного места. Из просто дна интернета. Даркнет. На самом деле, бро, Даркнет, это нечто ужасное. То, что там происходит, просто жесть. Основные купюры в Даркнете это биткоины. И всё, что ты хочешь, ты можешь там купить всего-то за несколько биткоинов. Пока я искал эти посылки в Даркнете, я наткнулся на одну трансляцию. Где за всего-то за 10 биткоинов ты можешь сделать всё, что хочешь человеком. Просто он сидит, на него наведена камера. Ты донатишь 10 биткоинов и с ним делают то, что ты захочешь. И суть в том, что Даркнет вообще ничего не проверяется. Там просто полнейшая анонимность. Ты можешь купить там всё, что угодно. От оружия до информации на каких-то известных людей. Поэтому Даркнет это очень ужасное место. Куда лучше не заходить. Это был коротенький вступ для тех, кто не знает, что такое Дарнет. Эй, бро, в Даркнете нашёл место, где продают коробки с разными вещами. Ты не знаешь, что это может быть. Это что-то типа Case of Chaos или PUBG. За 0,5 биткоинов и эту на минуточку почти 1000 долларов тебе могут прислать пустую коробку. Или же коробку, набитую какими-то вещами умерших людей. Или ещё что-то хуже. И эта коробка у меня есть. Та самая коробка из Даркнета, которую я заказал месяц назад. Если честно, я до последнего думал, что меня просто кинут на деньги. Потому что это Даркнет. Там полнейшая анонимность, тебя могут кинуть на деньги. Но эта коробка у меня есть. И я очень удивлён, потому что я до последнего думал, что мне не придёт эта коробка. К сожалению, я уже трогал её руками. Но лучше трогать то, что приходит с Даркнета в перчатках. Потому что ты не знаешь, чьи это было. Вдруг это какой-то заболевший человек. Вдруг там будет вообще кровь. Это очень страшно. Но это того стоит. Окей, посылка из Даркнета. Здесь даже написано D-N. Дарк-нет. И когда она пришла мне на почту, то мне было указано адресанта. То есть я не знаю, кто её прислал. Но она явно не из моей страны. Потому что шла она 3 недели. Это очень много, почти месяц. Пока я её нёс, я заметил, что внизу здесь даже написано 3 шестёр. Я не знаю, с чем это связано, но я вам говорил, что меня переследует эта цифра. И вот опять эта цифра меня переследует. Что ж, давайте-ка откроем нашу посылку и посмотрим, что там есть. Так, я открыл это. Но мне страшно открывать и узнать, что будет дальше. Окей, давайте-ка откроем её вместе с вами. Я не знаю, что там я ещё и не открывал, но мне страшно. И поэтому мы сейчас вместе со мной увидим, что там есть. Вы готовы? Потому что я нет. Окей, ладно, всё, открываем. Не думаю, что мне должна была прийти солома, но... Что? Мне страшно что-либо здесь трогать. Но, блин... Разве это должно было прийти мне за тысячу баксов? Не знаю, как насчёт сейчас, но когда в посылках из каких-то других стран вот так вот куча соломы там прятали обычное оружие. Посылка сама очень тяжёлая, где-то килограмма 4. А солома не будет весить 4 килограмма. Это я вам говорю точно. Окей, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Я что-то нашёл. Здесь какой-то нож. Я без понятия, зачем он здесь. Это похоже на какой-то кухонный нож. Хорошо, что я его сразу нашёл, а то ещё бы порезалось. Кто знает, что этим ножом вообще делали? Потому что издак на это может прийти всё, что угодно. И этим ножом даже могли кого-то убить. Я видел, там явно какой-то был ящик. Он здесь и есть. Я его, кажется, подцепил. Погодите, что это? Лежала вот эта. Над коробкой лежала вот эта вот штука. Я без понятия, что там. Это похоже на коробочку от спичек. Но давайте её откроем, посмотрим, что там есть. Здесь волосы и ногти. Офигеть! Это что, для того, чтобы сделать куклу вудру? Мне страшно открывать, что будет дальше. Особенно в этой деревянной коробке. Так, у нас получилось достать коробку. И не уронить много сена. Это хорошо. Но погодите, это не какая-то коробка. Что это? What the fuck? Здесь что-то лежит. Видите? И всё, здесь только вот это. Что это вообще такое? Какая-то тумбочка деревянная, в которую было спрятано это. Скорее всего, я это всё прячу для того, чтобы оно прошло на таможне. Потому что в тумбочке явно никто не будет рыться. Они увидели, что там какая-то деревянная штука. И всё. Как пример вот это. Я не знаю, что это. Но мне уже страшно. Просто никто же не будет открывать коробку и рыться в тумбочке. Все просто просканировали, увидели, что там лежит тумбочка. И всё. То есть, там нет ничего плохого. Но у нас есть что-то плохое. Оно запечатано, и мне страшно. Мне, блин, реально страшно. Что это такое? Похоже, что-то на мягкую игрушку. Здесь оно очень твёрдое, а здесь оно очень мягкое. Ладно, давайте не будем добить и просто откроем это. Это, Рил, походу, мягкая игрушка. Здесь есть даже пару глазов. Вот они. Ладно, давайте откроем. Но почему она такая странная? Странно, через плёнку ничего не понять. Так, это точно мягкая игрушка. Я уже это вижу. Но с ней явно что-то не так. Если она пришла из Дарклета, с ней явно что-то не так. Вы видите это? Она как будто горела. Фу, она воняет дымом. Она реально как будто горела. Блин, это реально как будто сгоревшая игрушка. Вы только посмотрите. Она реально... Офигеть. Она реально как будто горела. Вы только посмотрите на этот ужас. Окей. Насчёт этого у меня есть своя теория. Потому что из Дарклета не может не прийти какая-то обычная вещь, которая была не специально сожгена. То есть ли... Это игрушка маленького ребёнка. Девочки или мальчика. Которого был пожар. И это была его любимая игрушка. Она горела. Но я думаю, мальчик бы и остался себе в любом случае, если бы она даже была сгоревшая. Если она его любимая игрушка. Но она сейчас у меня. А про мальчика мы ничего не знаем. Поэтому, скорее всего, он уже мёртвый. А игрушка его у меня сейчас в руках. Его любимая игрушка. Я повторюсь, это всего лишь моя теория. Я просто знаю, что в Даркнете ничего обычного вам не пришлют. Сто процентов будет что-то мистическое. Или с ним будет что-то не так. Поэтому это лишь моё предположение, что это игрушка сгоревшего ребёнка. Поверьте, это такой ужас. Это, наверное, худшее, что мы могли вытянуть из этой коробки. Я думаю, что у нас ещё что-то должно быть с коробки. Потому что ради этого такая большая коробка вряд ли была бы. Здесь есть две свечи. Они стояли вот так, то есть. Получается, если бы я не забрал коробку. И кто-то бы случайно поджёг свечи. То она бы просто вся сгорела. И эта игрушка бы уже догорела точно. Возможно, эти свечи для чего-то другого. Ого. What the fuck? Здесь куча ножов. Здесь семь маленьких ножов. И один большой. What the fuck? What the fuck? Зачем здесь так много ножов? И всё же по поводу этого у меня тоже есть своё предположение. Что если это ножи-маньяка? Который мой разрезал свои жертвы. Это всего лишь моя теория по поводу Даркнета. Ведь там может быть всё что угодно. Мы не знаем их историю. Но я очень надеюсь, что это всего лишь обычные ножи. И с ними всё хорошо. Это обычные бухонные ножи. Здесь есть какая-то записка или что это? Ого. Здесь есть записка. И если присмотреться, здесь в середине видно, что она горела. И да, даже вот здесь видно, что она сгоревшая. Её как будто вытянули с пламя. Но давайте посмотрим, что там. На самом деле, записывать с Даркнета нужно бояться больше всего. Потому что ты можешь не означать что-то прочитать, а это будет какое-то заклинание. И ты попал. Причём конкретно. Поэтому лучше не рисковать и особо их не читать. Оно ещё здесь запечатано. Да блин. Я распечатал, поэтому... Оно реально как будто горело. Окей, я открываю. И вы первые увидели, что там за письмом. Контракт с дьяволом. Офигеть. Офигеть. Это реальный контракт с дьяволом. Ну, в крайнем случае, я так надеюсь, что это реальный. Ватафак. Контракт с дьяволом. Я, прочерк, сюда нужно написать своё имя походу. Допустим, там какой-то Рафик Васильевич. Я, Рафик Васильевич, даю свою душу Люциферу Четвёртому за своё одно желание. И тоже прочерки, чтобы написать своё желание. После продажи души у меня будет всего один год на то, чтобы ощутить прелесть жизни. При попадании в ад я буду гореть в седьмом котле на восьмом кругу. Точка. И дальше идут подписи. Вы только обглядитесь. У меня в руках реальный контракт с дьяволом. В крайнем случае, я надеюсь, что это реальный контракт с дьяволом. Но всё же это Даркнет. Там ты можешь купить всё, что угодно. Конечно, эта игрушка уже никак не сравнится с этим. Контракт дьявола. Окей, это у нас под вопросом. Может быть, это даже ещё не настоящий контракт. Проверять я этого не буду. Ничего я писать сюда не буду точно. Потому что это уже полнейший гряд продавать душу дьяволу. Так, почему-то с этой стороны ковровка тяжелее. Что это? Она что, никогда не закончится? А, нет, вот. И зачем здесь цепь? И ржавая, и очень старая. Всё же опять теория, что с этой цепью было. Как мы знаем в прошлом, очень далеко ещё были популярны пытки. Во всяких тюрьмах люди просто висели подвижные. Типа, вот так. А, оно коснулось ко мне. Я, конечно, не знал, но... Цепь очень ржавая, и очень старая. Поэтому мне кажется, что она из одной из тех тюрьм, которые были очень ужасны. Вы только вглядитесь, насколько она старая. Здесь их, кстати, две. Как будто их вешать на две руке. И крюк есть. Чтобы вы понимали, насколько это ужасно. Это, мать его, Даркнет. Здесь есть всё, что хотите, и что не хотите, тоже будет. Я не уверен, что это всё правда, то, что я говорю. Потому что это всего лишь мои теории. Но это Даркнет, и эти теории могут быть правдой. Вот для чего здесь свечи. Для того, чтобы подписать контракт. Понимаете? Вот зачем здесь две свечи, эти большие. Ещё не хватает мела, чтобы нарисовать пентаграмму. Окей, бро. Мы открыли реальную коробку из Даркнета. Которая была очень дорогая, но то, что в ней было... Эти ножи. Контракт с дьяволом. Свечи. Цепь, которые, скорее всего, подвешивали в тех древних тюрьмах. И жёстко просто пытали людей. И игрушка умершего ребёнка, который сгорел заживо. Я не могу думать, что это не так. Что это обычная игрушка, кто-то её просто поджёг и отправил мне. Потому что это Даркнет. Я бы с удовольствием хотел думать, что это просто какой-то парень, чтобы поприкалываться за... Мать его, 05 биткоина, что не очень-то и мало. Справил мне просто ту игрушку, которую он сам поджёг. И просто сам нарисовал. Контракт с дьяволом. Ножи, цепи. И волосы, и ногти какой-то девочки. На эту Даркнет. И там всё может быть по-настоящему. К сожалению, или может даже к счастью, больше ничего нету в этой посылке. И я очень рад, что это наконец-то закончилось. Потому что... То, что сзади меня, это ужасно. Всё же я повторюсь, и я не знаю, ли это всё по-настоящему, то, что я говорю. Это всё лишь мои теории, откуда взялись все эти вещи. Но это страшно. Я не знаю, или буду я ещё заказывать такие посылки. Потому что это очень дорого. Это, во-первых. И очень рисково. Потому что если там будет оружие или какие-то запрёщённые вещества, у меня будут серьёзные проблемы с законом. Это очень опасно. Окей, бро, на этом всё. С тобой был Сергей Онис. И, бро, поставь лайк. Ведь тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. И, бро, ты бы уже за это видео поставил свой царский лайк. Так что, бро, поставь лайк за эту коробку. Потому что она очень сильно пила за мне деньги. И я думаю, тебе же несложно поставить свой лайк. Ведь так же? Эй, бро, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании. Осталось специально для тебя. Там выходят очень страшные фотографии. Поэтому, бро, подписывайся на мой инстаграм. Или же пиши мне в директе, бро. Я отвечу именно тебе. Да-да, бро, если тысячи человек, я отвечу именно тебе. И так же, братан, подписывайся на мой канал. Чтобы вступить в мою соприм-банду. Ведь перед римой соприм-банда будет от семи. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решай, либо быть с нами, либо быть под нами. Вижу, тебе это не особо нравится. Поэтому подписывайся, чтобы быть с нами. Эй, бро, вот комменты из-под прошлого видео. Они такие шикарные. Господи, их увидела вся суприм-банда. А если ты хочешь попасть в следующее видео всего, то, что тебе стоит, ты нажать на лайк, колокольчик и оставить свой комментарий. И тогда ты 100% попадешь в следующее видео. Поверь, обещаю. Видишь, ребята попали, и ты попадешь. Только не забудь лайк, колокол, и ты в следующем видео. Потому что я проверю. У меня есть программа, которая позволит проверить. Такой вот билет ко мне в видео. Лайк, колокольчик, колокольчик и ты в меня в видео. Можешь, в принципе, даже точку просто оставить в комментариях. И этого будет более чем достаточно, чтобы тебе попасть в видео. А на этом все, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока! Пока!